Всем привет, друзья, с вами VJDream. Надеюсь, вам понравится данное видео, и вы поддержите его лайком и комментарием, мне будет очень приятно. А также заглядывайте на стримы. Все необходимые для этого ссылки в описании под видео. Подписывайтесь и берите всё самое необходимое и самое вкусное. Желаю приятного просмотра. Поехали! Я хочу как минимум ещё раз. В этот раз я буду действовать совершенно по-другому. Ну, сейчас-то я уже научен, поэтому. Поэтому сейчас, надеюсь, проблем будет гораздо-гораздо-гораздо меньше. Подожди, а почему здесь 5 из 15? Давай-ка вот так. Десяточку. Напоминает игра, знаете, какую игру у меня? The War of Mine, или как-то так игра называлась. Я в ней играл для себя. Давненько это было, но вот она мне очень сильно напоминает её. Прям дико. Нет. Не знаю, давай. На, вот уровень мощности, понятно. Отключай. Ладно, сейчас по-маленьку потихоньку уголь и прочие вещи мы вроде как должны сделать. Всё должно быть шикарно. Давай уровень мощности поднимайся. Чтобы пацаны нормально... Уровень мощности один, наверное, в принципе, на постоянке можно оставлять. Чтобы пацаны нормально могли... Жить в этих местах. Потому что тут у меня как раз и будут основные палатки. Сюда же надо будет присобачить... Больницу. Так, открыть книгу законов, детский труд, кладбище. Вот это надо сразу поставить. Вываливать трупы в снег, словно мусор. До чего мы докатились? Ну ёпту иметь, братан, а что ты хотел? Нет, ну серьёзно. Что ты хотел? Древесина, нету, да? Снежная яма. Так, ну хорошо. Древесина как раз у нас сейчас будет помаленьку потихоньку. Снежную яму мы кинем сюда. Её не обязательно, я так понимаю, обогревать очень сильно. Поэтому я её подальше поставлю. А более тёплые места я ставлю для нужного. Теперь, как говорится, я уже шарю в некоторых моментах. И как минимум надеюсь на более продолжительный экспириенс. Еда пока есть. Надо кухню потом изготовить. Так, кухня, кухня, кухня. Ну почти, почти, почти. Пятнадцать, ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. Шестнадцать, надо двадцать. Пацаны, работайте. Давай вот так вот сделаем. Еда, да-да-да-да-да, я понимаю, понимаю. Подожди. Сейчас будет еда, сейчас будет еда. Вот так вот сделаем еду. Иду чуть дальше, ей не настолько нужно тепло. И заодно сейчас всю древесину будем соединять её с дорогами. Всё, что нужно. В этой игре вообще тормозить нельзя, я так понимаю. Это было понятно с самого начала, но я на этот момент ещё особо не умел играть. Так, это мы соединим. Давай мужики, нужна древесина. Что такое? Нет крыши над головой. Да, сделаю. Погоди. Ля, братан. Давай пока вы не это саоо, я не могу, ещё 24 часа вас заставлять работать, да? Это плохо. Мудрость толпы, капитан. Мне надо делать то, что толпа хочет. И не подумаю. Так, ну я подальше сделал специально захоронение, чтобы они особо сильно не пугали людей. Здесь у меня будет база. Здесь же я ещё одну санитарку поставлю, как раз. Морка недалеко от санитарки, логично. В принципе. Так, построена снежная яма. Ну, вроде бы здесь сейчас всё тепло, всё отлично. Больница шикарна. Здесь построим ещё одну больничку и жилые комплексы. Это всё подальше. Охотничьи угодья можно ставить ещё дальше, потому что охотники всё равно на ночь уходят. Хотя они утром здесь, ну да. Двояком. Так, болезнь и медицина. Всё отлично, отлично. Есть у меня... Те, кто занимаются медициной. Так, давай. Оп, сюда. Почему только два человека? А, сюда могут только инженеры впихиваться, что ли? А, так изи, бля, пацаны. Обеспечим вам здесь инженеров. Не вопрос. Погоди. Так же только инженеров. Понятно, теперь для чего нужны инженеры. В некоторых моментах только они могут шарить, да? Они спали на улицу, но они спали возле тёплого. Поэтому им вообще хорошо. Так, можно ввести новый закон. Хорошо. 24-часовая смена, наверное, нам нужна. Но на самом деле 24 часа, когда они работают, это не очень хорошо. Давай. Обогреватели по итогу у меня нахрен не нужны. А вот быстрый сбор как был, так и нужен. Обогреватели бесполезны. Долго очень. И абсолютно беспроспективно. Ни разу так толком им и не воспользовался. Давай, мужики. Работай. Нужно больше древесины, да? Так, сразу. Сбор ресурсов. Мастхаб. Пока что всё, что я для себя понял. Уголь запасаем. Всё хорошо. Угля идёт гораздо больше, чем тратится. Отлично. Это очень важно. Кухня. На кухню нужны люди. Аначе мы не сможем производить еду. Мы уже не можем её, точнее, производить. Вот. А то они жрут сырое мясо. Это, наверное, не очень хорошо. Еда производится. Отлично. Всё, всё. Замечательно. Следующий пунктик. Нам надо обязательно построить охотничьей штуковину. Иначе жопа. Вот седама я в пензюлюм. Это отлично. Чё тебе не нравится? А, это я помню. Разрешённая семья. Да, не вопрос. Не вопрос. Как только так, сразу я тебя выпущу. Женщина. Так, древесина вроде бы есть. Всё у меня собирается. Охотничьи угодья также собираются. Всё сейчас идёт хорошо. Я не знаю, что тут может ещё прокосячиться. Уголь есть. Вроде всё есть. Всё отлично, прям, я бы сказал. Законы прочёте соблюдаются вовремя. Здесь работает. Медицина хорошо. Им везде тепло, уютно. Нужно палатки, блин. Больше палаток. Палатки ставим на близь. Естественно. Так, санитарный пункт. Пока, думаю, одного хватит. Охотничьи склад ресурсов. Так, давай, достраивайте. Тогда отсюда мы забираем раз-два-три. Раз-два-три-четыре. Ставим вот сюда, пацанов. Сюда нужно поставить максимум. Тих-тих-тих-тих. Сюда нужно поставить максимум, ребят. Потому что это прям песец важный момент. Это наша еда. Это то, что спасёт нашу жопу в случае чего. Еда. Еда. Все же мы любим кушать. Так, новое исследование. Быстрый сбор. Десять древесины. Блин. Ладно, мужики, вы в принципе... Вам там комфортно, всё отлично. Комфортно, комфортно. Это мы сейчас всё построим, убежище всё сделаем. Помаленьку, потихоньку. Давай. Как раз у нас еда начинает заканчиваться, но как раз у нас пацаны пойдут на охоту. Всё очень даже вовремя. Да и в принципе, опять же, то, что они спят на улице, не настолько критично. Они спят прям под обогревателем. На лечении? У нас там кто-то получается на лечении уже, да? Так, хорошо. Давай-ка мы для начала поставим санитарный пункт ещё один и туда впихнём. Хотя, не знаю, мне, наверное, пока одного санитарного пункта хватит, но палаток... Давай сюда палаточку впихнём. Палатки просто нужно располагать так, чтобы это было всё... по топчику. Блин, мне нужна древесина. Пацаны, блядь, собирайте древесину, ну. Мужики! Блядь, древесина жесть как нужна. Ну, алё. Наверное, даже чуть больше, чем уголь. Давай уголь опять по шесть. Преедущий раз мне хватало. А вот древесину давай... Повыше поднимем. Сталь есть. Копица помаленьку. Я с самого начала собираю. Это хорошо. Так, обещания построить и биржи выполнены. Естественно. Хотя, наверное, может быть, даже сейчас маяк будет разумнее построить. Сразу для новых людей. Может быть, пока забить на это. Сразу делать маяк. Всё равно древесины не хватает. Ну, кстати, совсем чуть-чуть не хватает одной. Отлично. Ладно, хорошо. Давай маяк. Давай с тебя начнём. Почему нет? На самом деле, в общем-то, это совершенно не критично. Пока у нас нету в минус сорок, мы можем спокойно позволить себе делать немножко другие ресурсы. А как в минус сорок я как раз доделаю. Полный сбор ресурсов и охотников. Собирается есть? Собирается есть. Блин, вы ещё на охоту не ходили, чтобы собираться есть. Мать вашу. Я так понимаю, когда у них будет древесина, они это сделают, да? Хорошо. Кухня. Чё тут, палатка дерьмовая? А, нет, нормально. В принципе, приемлемо, вполне. Она просто замороженная такая. Но приемлемо, приемлемо. Температура нормальная. Спастите выживших членов экспедиции. Сделаем. Давай фигач, фигач. Что не так? Я не имею в виду... Так, ночёвка на улице. Капитан, некоторые протестуют. Я обеспечу. Чуть позже обеспечу. Хватит орать. Блин, ну, ребята, ну ёп... Сейчас сделаю. Вот, на. Какие суки... Чё-то в ситуацию могли бы сказать спасибо, что вообще живы. Нет, ну серьёзно, блин. Ммм, так, доступно два. Доступно один. На деревяхе надо больше доступно. Давай. Давай ещё инженеров по максимуму впихнём. Всё, что есть, пока пихаем везде. Потому что нам сейчас всё надо. Угля пока хватает. Так, вы идёте... Не может работать. Не может работать. В смысле? А чё ты работать не можешь, тали? Какая причина? У вас там комфортно, хорошо. Работать вы, блядь, не можете. Я сейчас что-то не понял. Слышь, мы дачё. Вы чё? Охотники, бля, ебаные. Простите, конечно, мои французские, но разозлили как-то. Я вам, блин, комфорт устроил. Всё устроил у вас. Всё замечательно. Всё просто отлично. А вы посмотрите на них. Причина, по которой вы не можете работать. Нет проблем, нет проблем, нет проблем. Не может работать. Вы с голоду сдохнете чисто потому, что это вы. Или, я так понимаю, типа ночь ещё не наступила, поэтому они не работают. Они исключительно именно только в саму ночь вылазят, а не тогда, когда наступают именно эти сумерки. Может быть, я зря на них наехал так рано. Может быть, они всё-таки нормальные пацаны? Собираются есть. Какой хороший охотник. 15 человек очень полезных охотников. Идёт отдохнуть. Ах, ребята, наверное, устали. Ребята, наверное, сильно устали. Да, ребят? Сильно вы, блядь, устали. Прям сильно-сильно устали. Наверное, вы старались. Вы кушали. Впитывали еду в себя. Потом переваривали её. Наверное, в промежутке ещё приспичило сходить по нужде, да? Ах... Так, закончился ресурс древесины. Это я понимаю. Вот эти пацаны, конечно, меня прям радуют от души. Лёгкое обморожение. Один человек серьёзно заболел. Обморожение. Наш человек тяжело заболел из-за обморожения. Если людям придётся и дальше работать в током холоде, это будет случаться регулярно. Я понимаю. В этот раз у меня получается даже, по-моему, чуть хуже, чем в предыдущей, блин, не знаю. Опять же, потому что охотники что-то ничего не делают. Я не очень могу понять, по какой причине они ничего не делают. Так, надо изучать эту штуку с ручником. Как раз я её вот сюда, получается, смогу поставить. На угольное, чтобы они в промежутке могли ей хилиться, скажем так. Да, это, наверное, будет совершенно правильным, надеюсь, решением. Древесина добывается по полной, нам её всё равно не хватает. Триндец. Тут всего пять добывают, а нам хватает стали. Я в шоке. Так, один источник иссяк, но у нас есть ещё запасы. У нас пока никто не умер. Только жалобы. На обморожение небольшое. Блин, а риск заболеть мне вообще не нравится. Так, сколько я потребляю? 132, расход угля 144. Блин. Такую температуру, расход угля очень сильно уменьшается. Увеличивается, точнее. Но у меня запасы есть. Должны пережить, если что. Давай, мужики, офигач. Маяк построен. Это как раз даст мне ещё больше людей. Могу ли я как-то эту кат-сцену пропустить? Обещание построить убежище нарушено. Ну, фак. Вы видите, в каком месте, блин, находимся, ребята? Очень тяжело. Очень тяжело. Могли бы действительно потерпеть. Видя, какая ситуация происходит в этом мире, блин. Серьёзно. Древесины жесть не хватает. Нам нужна победа. Охотники не делают ни хрена. А, не, делают. Наконец-таки начали. Спустя 200 лет до них дошло. Они, видимо, сами жрать захотели. Ух. Неправильно, неправильно, неправильно что-то я сейчас делаю. Эта катка определённо как-то немножко похуже получается, чем предыдущая. Вот, надо держаться. Люди от меня зависят. Чувак правильно говорит. Источник ресурсов. Паровой. Так, паровой, 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 паровой. Вот сюда мы как раз его впихнём. А сейчас поставим палатки пацанам. Вот сюда. И можно будет ещё один паровой. Пихнуть вот сюда. Нет, подожди, подожди. Сделаем вот так. Сюда впихнём паровой. Потому что здесь я буду продолжать. Древесина. Пока помаленьку собирается. Здесь всё успеем. Палатки успеются. Здесь у нас как раз будет ещё место. Хорошо. Эти вроде там выживают нормально. Но у них средний риск заболеть. Так что ладно. Учитывая ситуацию, не так уж всё и плохо. Нужно сорок древесины. Так, первая ампутация. Она прошла выполнить ампутацию, чтобы спасти жизнь больного. И вы, теперь пациент не сможет работать. Понятно что. Ну зато он, блин, жив. Чё теперь сделаешь? Так, хорошо, хорошо. Здесь всё строится, здесь всё делается. Сейчас вам будет теплее. Ящик древесинный сяк. Давай сюда, мужики. А, потому что ты не с дорогой что ли? Подожди, а почему ты работаешь, а ты не работаешь? В чём прикол? Наверное, потому что дорога не соединён. А вот этим сейчас будет здесь более-менее тепло. Здесь как раз у меня будет вторая зона. Блин! Каждый раз, когда играешь в эту игру, понимаешь всё лучше и лучше, как лучше действовать. Ну это логично. Мне уже не нравится, как я её сейчас замутил пока что. Надо было изначально её мутить на другой зоне. Фак! Я сейчас понимаю, что не очень. Не очень. Можно было лучше организовать. Ну игра такая, да. Да, игра такая. Так, ну недовольство уменьшается, это хорошо. Им нравится то, что им становится более-менее тепло. Минус 30 как раз. Риск заболеть маленький. Здесь пойдут палатки. Мастерская, люди. Давай хреначим палатку. Хреначим палатку. Вот так, хорошо. Фух, здоровье. 25 древесины. У нас изучается количество добываемых ресурсов. Отлично. Но мы пережили минус 40, это самое сложное. Кстати, не так плохо пережили, на самом деле. Я думал, что эта катка будет заметно хуже. Да нет, я бы не сказал, что прям заметно. В общем-то, более-менее даже не так уж и плохо все. Так, отрезайте ему ногу, оставите его в покое. Испуганный пациент. Один из наших стоит на пороге смерти, но все равно отказывается ложиться на ампутацию. Он все время кричит, что не позволит никому прикоснуться к его ноге и не передумает. Пусть даже гангрена убьет его за считанные часы. Это его выбор. Изучена технология быстрый сбор. Отлично. Один из наших людей погиб. Ну, бля, это был его выбор. Это был его выбор. А в смысле недовольствие? Это был его выбор. Если бы я ему отрезал ногу силой, они бы сказали, бля, вот козел. Не отрезал ногу силой. Бля, вот козел. Слышь. Мужики, блин, вы издеваетесь. Я в любом случае козел, да? Пищевые добавки. Новый рецепт. Еда с опилками доступна на кухне. Рецепт суп доступна на кухне. Пока что я не хочу писать этот закон, потому что они будут очень сильно жаловаться. Двойные пайки для больных. Чтобы ускорить выздоровление. Переполнение. Нам нужно использовать площадки медучреждений по максимуму. Даже если придется класть больных на пол. Я вот это подпишу. Пускай будет получше. МА! МА! Гуманное решение. Но если оно в нашем положении. Бля, вам все не нравится, придурки. Серьезно. Так. То есть я не сделаю, они меня обвинят. Я сделаю, они меня обвинят. Я с них в шоке. Почему всегда виноват дримушка? Это же несправедливо. Это вообще никак несправедливо. Так, лесопилка, угледобыча. Дерево надо. Надо гораздо больше дерева. Дерево вообще что-то плохо идет, хотя при этом люди должны добывать его. Ни хрена они при этом не делают. Опять же из-за ночи. Ух, так, ладно. Как тяжело тут балансировать-то, а? У нас сейчас уголь кончится. Замечательно просто. Эта катка оказалась гораздо сложнее, чем предыдущая. Все-таки я был прав. Пиздец нам. Генератор отключился. Ну что? Вы были теми еще туполями. И сейчас вы, походу, сдохнете. Приветник, предбратишу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Катка, к сожалению, конкретно эта получилась, ну, немножечко не очень. Зато все равно для себя начинаю понимать, как она лучше. Хорошо. К сожалению, вышло вот так. Сдаем эту катку в лучшие дни. Смотрим, что из этого получится. Добыча угля у нас... Да у нас стримчик идет с 19.00 по МСК, как обычно. Нам сейчас надо все перекинуть. Два часа двадцать восемь минут все перекинуть на уголь. Блин, ну мужики хорошо еду добывают. Сначала нам нужно добыть уголь. Ля, ну вот эта катка получилась, как я говорил, все-таки реально. Не знаю, не вытягиваю ее, к сожалению, совсем не вытягиваю. Предыдущая была шикарная катка. А эта катка получается скверненькой. Хотя вы знаете, я еще жив. Не смотря, блин, ни на что. Ля, реально, не смотря ни на что. Все равно, все еще что-то делаем. Даже еду начинаем добывать за счет того, что я постраивал две охотничьи хижины. Так, помаленечку потихонечку, смотри-ка, смотри-ка, смотри-ка. Блин, знаете, я уже несколько раз говорю о том, что это качка, господи, что эта катка просрана, но при этом она продолжает жить. Она не сдается. Блин, как прям уголь немножечко растет, вообще на кропалях, но растет, растет, тем не менее, тем не менее, гордость. Сэр, одним из мужчин настаивает, что должен жить на улице. Мы привели его к вам, чтобы вы его переубедили. Послушайте, все, что у меня было, я заработал сам. Будьте оброгляты, если стану ночевать под крышей, но не смогу отработать ночлег. С тех пор, как я потерял руку, работать мне не... Работы мне не видать, значит, так толку тому и быть. Но собираться уходить и вздыхая, для таких, как я, в Лондоне были особые дома. Нужно построить такой дом. 5 дней, чтобы построить домопеки Надежда. Что такое домопеки? Наверное, зря я это только что выбрал. Я в душе не канаю, что такое, блядь, домопеки. Пиздец мне. Надо было в начале понять, а потом уже... Ой, тупо я сделал. Надо сливать эту катку. К сожалению. С самого начала, я не знаю до сих пор реально, как эта катка живет. Она с самого начала, по-моему, мне кажется, обречена на то, чтобы сдохнуть. Но она все еще живет. Санитарных пунктов не хватает. Санитарных пунктов не хватает. еды у нас, вроде бы, должно хватать. Они сейчас вернутся и сделают еды довольно много. О-о-о-о, хоть ничегоди, десятка. Санитарных пунктов не хватает. Я не знаю, они меня сожрут, чат. Все жопа. Ля. Просто жесть. Совершенно. Я попробовал по другому пути пойти, нежели в первый раз. У меня получилось все относительно очень херово. Чуть-девый пунктов не хватает. У меня было много денег. Чуть-девая твяга. Катя-девая ткань. Катя-девая ткань. Катя-девая ткань. Я-девая ткань. блин я не знаю как лучше gg как вы еще почему предыдущую катку вы меня любили но в итоге слили а эту катку вы даже меня терпите несмотря на такие лютые косяки как это очень странные люди я не понимаю вообще не понимаю они реально все еще меня терпят бляха даже не буду спрашивать по какой причине фух так хорошо на исследование добавляем охота изучаем добавить древесина недостаточно угля вообще мало поставим это ожидает исследуйте забираем ресурсы отлично почитаем дневник убежище комфортабельно и с большим количеством припасов на тяжелой круглой двери висит записка внимание всем ученым если вы были берете припасы не забывайте выдавить об этом интендента in 10 интенданта господи по возвращению в город это значит что где-то есть еще один город у тропы стоит дорожный указатель показывающий в двух направлениях лондон 1934 милли дом 27 миль а мужики на вас вся надежда генератор отключается сейчас у меня на угле будет гораздо больше людей следующего утра следующий день надеюсь что это будет благотворно сказывается на угле блять температура падает зашибись ладно уголь у меня добывается с трех мест поэтому в принципе я надеюсь на то что это как-то компенсирует мои потери угля и хоть немножко хотя бы самую малость даст мне возможность как-то выживать ну да надежда уже потеряна по самую помидору погиб один из людей только уголь пошел ну а надежды уже нет все джи джи на разведчики достигли цели хотя бы на них посмотрю исследуем мост работающий автоматом мы остановились на краю глубокого широкого ущелья изумляясь проложенному через него стальному мосту еще больше мы изумились огромному автоматону который сметал снег с дороги машина можно отправить в наш город или разработать разобрать ресурсы слышь ля так это же офигенная вещица сушь ни хера маяк он очень полезен на самом деле робот разгребающий снег мать твою для игра очень крутая но ее надо настолько правильно понимать это такой забей давай сделаем исключение надежды вообще нет хотя у меня сейчас вроде бы и вода еда начала восстанавливаться и уголь стал копиться помаленьку потихоньку могли бы уж не знаю как то потерпеть что ли мужики блин вот вам тепло все отлично я знаете даже что сделаю я даже сделаю вот так потому что я добрый добрый главный не знаю как как бы меня так обозвать добрый главнюк короче все чтобы вам было тепло минуете вам офигенно тепло хватит умирать блин вам тепло недостатка лечения 25 древесина древесина писец не хватает я тут на самом деле всего не хватает ну уголь сейчас у меня в избытке поэтому можно даже чуть-чуть вправить на дерево давайте стройте себе обогревателя я немедленно построить санитарный пункт обещаю что больных вылечит да и больных вылечит обеспечу людям лечения вот хорошо хорошо во всяком случае мужики но вам тепло чего ну так относительно конечно но тепло же ну блин нормально прохладно но не люто же холодно низкий риск заболеть так разведчики достигли исследовать забрать ресурсы хорош хорош блин они уже столько ресурсов на самом деле мне дали дадут точнее я так понимаю давай мужики робот вроде как у нас выдвигается скоро мы найдем ответы 775 тут у нас 15 давай наверное пока вот это даже заберу всех сюда направлю мне нужна древесина так ну и да вроде более-менее есть тут все более-менее будет готовиться но за это время суток закрыт это понятно но у нас есть еда хоть эту проблему мы вроде как решили от недостатка лечения лет антисанит 3 это страна сейчас я сделаю 25 древесина мне надо все будет строиться ух ты ж мать твою дохнут конечно как мухи блять дохнут как мухи как гребаные мухи угледобытчик хотя зачем так хорошо хорошо инженеры тут 5 вас отправлю сюда когда достроится еда есть блин да все так то вроде бы есть но мужики ну хватит дохнуть все же вроде бы реально есть вот тупо глобально уже всего хватает они все равно продолжают умирать от недостатка лечения так разведчики достигли исследовать падение винтер холма разрушенный город усеян мертвыми телами в городской хронике описано отчаяние охватившие жители от нехватки пищи последовавшие за этим стычки бунт и анархия затем начались борьба за уменьшающиеся ресурсы в итоге наступил голод последняя запись гласит прости нас господи мы едим своих мертвецов надежды больше нет обнаружен персональный источник лагерь американцев место мы остались одни мы остались одни новости потрясли всех жителей мы ожидали найти множество поселений в строительных бригад людей живущих обычной жизнью в отапливаемых генераторах домами но мы остались совсем одни надежда падает как будто я здесь причем вот серьезно как будто это я их там всех замучил надо было остаться в лондоне там такого бы не случилось и не надо было покидать британию они все мертвые путешествие сюда было ошибкой нужно вернуться блять как тяжело управлять придурками нужно дать им цель порядок и дисциплина вера и духовная сила выберите путь люди потрясены объяты страхом и неуверенностью они потеряли надежду выжить отчаяние может толкнуть их на безрассудные поступки вам нужно объединить их дать надежду на будущее выберите общую цель и воодушевите жителей иначе город погибнет в пучине хаоса поглочившего винтерхоум порядок и дисциплина мать вашу дружина нужно мобилизироваться и действовать сообща чтобы помогать людям и защищать их от правонарушителей нужно будет построить две дозорные башни дозорная башня 15 древесины 5 стали ух ты ж бля тяжело конечно пистец просто не ссать мы не погибнем блин лондонцы мнения разделились некоторые так напуганы что хотят покинуть город и отправиться в лондон через 15 дней они постараются убедить остальных и недовольных будет недовольство будет им на руку привет братиш успел ты пропустил 2 часа 48 минут страх может толкнуть людей на отчаянные поступки поддерживайте мир дайте людям надежду и справляйтесь с их недовольством чтобы город прижил кризис а легко сказать ты пропустил вчерашний стримчик мы прошли до конца игру ты пропустил начало всю полностью сегодняшнего стримчика Так что я категорически не одобряю Твоё поведение, прям пипец Так, отправить отряд Бля, я не знаю, что сейчас С вами делать, пацаны А как поставить аванпост? Подожди Стоп, а как ставить аванпост? Я что-то сейчас вот не понял Здесь можно поставить аванпост Он будет доставлять 150 древесин Раз в день Так как? А в чём цель игры заключается? А, ты пропустил, поэтому уже рассказывать не буду Потом уже в записи глянешь А как поставить аванпост? Или он уже автоматически стоит? Я так понимаю, он автоматически стоит Судя по вот этой вот штучке 150 древесины Это так-то хорошо, на самом деле Через 4 часа у нас робот приедет Если мы до него доживём, будет очень здорово Так, ряды лондонцев продолжают пополняться Ну, мать вашу, всё, джи-джи Что я могу сказать вам по этому поводу? Однако Однако к нам пришёл робот И мы сейчас посмотрим, что это такое Надеюсь, меня когда в моменту не выкинет И я хотя бы узнаю Так Как это хреновин работает? Один робот Один робот Использование автоматонов Мы изготовили первый автоматон Это значительно поднимет нашу экономику Автоматоны могут изменять целые бригады рабочих Они работают круглосуточно Ненадолго Прерываясь лишь на дозаправку У генератора Можно изучить И лучше Ёпту, иметь Так это же офигенная вещица Один автоматон Время пришло, и меня изгнали Один автоматон заменяет всех людей на этой штуке Не, ну игра очень кайфовая Она очень кайфовая Но зараза, она пипец какая сложная Эта катка получилась отвратительная Но я не знаю, как они меня так долго терпели Серьёзно Зато мы постепенно помаленьку учимся Это такая игра, где тебе надо Это там проп и ошибок Постоянно понимать, что от тебя хотят Потому что в неё сразу вникнуть категорически тяжело Она имеет просто неимоверное количество путей развития Это просто жесть Игра очень кайфовая Поэтому не забывайте подписываться Ставить лайки, делиться с друзьями Это очень важно И помогает продвижению канала Стримы среда, суббота, воскресенье Ссылочки в описании Не забывайте заглядывать В 19.00, если что, стримы Но среду я периодически отменяю Если что, я в группе ВКонтакте Всегда пишу об отмене и так далее Важно, важно, комментарий, важно Не забывайте Огромное спасибо за просмотр, друзья Надеюсь, вам всё понравилось И вы не забудете поддержать это видео лайком и комментарием Мне будет очень приятно Также не забудьте заглянуть в описание под видео И подписаться на группу ВКонтакте Потому что именно там идут анонсы стримов Это среда, суббота, воскресенье В 19.00 по МСК Увидимся, друзья Буквально скоро Суббота, 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 суббота